В КФУ продолжается защита дорожных карт подразделений ВУЗа. Очередной план развития был представлен в Институте вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального 6 июля. Директор Института Сергей Мосин обратил внимание слушателей на миссию Института, а заключается она в повышении конкурентоспособности Казанского федерального в мировом пространстве. Институт вычислительной математики и информационных технологий КФУ видит свою цель в развитии университета как международно признанного центра превосходства в сфере вычислительной математики и информационных технологий, обеспечивающего подготовку специалистов и проведение научных исследований на мировом уровне. Чтобы выстроить стратегию развития дорожной карты, были использованы не только количественные, но и качественные показатели. Поговорили и об образовании. Сергей Мосин отметил результативность работы стремительного увеличения иностранных студентов и программы дополнительного образования. Научная деятельность у математиков также не стоит на месте, что подтверждает публикационная активность сотрудников Института. К сегодняшнему дню программистам удалось добиться более сотни публикаций своих статей. Директор Института отметил, что уже к 2020 году планирует значительно увеличить данный показатель. За прошлый год были подготовлены материалы в труды конференции, в журналы, которые индексируются в Web of Science и Scopus. И на данном слайде представлено как общее количество таких публикаций, так и срез по соавторству из числа иностранных коллег, а также динамика относительно 2015 года. Не обошли стороной и вопросы интернационализации. 2016 год запомнится математиком подписанием договоров о сотрудничестве с университетами Вашингтона и Женшеня. Далее слово взял Дмитрий Таюрский, который отметил уникальность Казанского университета в подготовке IT-специалистов. Поле, на котором вы играете, мы играем, оно достаточно такое конкурентное. Очень много вузов готовят в области IT. Здесь нужно найти свое место, свою уникальность. А наша уникальность заключается в том, что институт находится в среде классического университета, где представлено много различных направлений подготовки. После защиты дорожной карты данному институту предстоит войти в число тех подразделений, которые составят общую стратегию развития университетской науки уже на республиканском уровне. Нам нужно сделать общую дорожную карту вначале для своих структурных подразделений, с определением ресурсных, которые мы должны привлечь. И второе, потом посмотреть, как это будет вписываться. Точнее даже, я может неправильно сказал, не посмотреть, как это будет вписываться, а написать дорожную карту в целом для руководства республики. Своё видение стратегия развития института математики и информационных технологий защитил успешно. Коллектив института не только представил общую стратегию, но и перечислил конкретные шаги по достижению поставленных целей, как и предполагает формат. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универниус.